А это видео о том, как я неожиданно для самого себя уехал на два дня в Казани, потому что мне не хотелось ходить на онлайн-пары и поездить на поезде тоже хотелось, вот. А тут, кажется, уже всё. Осень наступила. Всем привет, друзья. С вами Степастро. Прорываюсь резко и неожиданно, блин, из Казани, приколитесь. Чё, как так получилось? Мне Соня столько рассказала про Казань, что мне захотелось сюда приехать. Я сюда приехал всего на пару дней. Тут какое-то болото. Попробую снять влог, вдруг что-то интересное получится. Если неинтересно, то просто на память. Думаю, мне тут всё будет прикольненько. И я просто вместо сегодня, вместо пар, вместо всего взял и приехал. Но не дистанционно, поэтому я даже их, по сути, не пропущу. Просто немножечко, скажем так, прослушаю. Идёт дождь, очень холодно, ветерок, поэтому я думаю, что мне нужно будет зайти в какой-нибудь магазин и набрать, взять что-нибудь потеплее, потому что на данный момент мне прохладно. Очень интересно, конечно, проспираться. По итогу взял себе вот такую вот водолазочку. И теперь вроде бы нормальненько, не холодно. И сейчас надо бы найти, где я живу. Здесь, блин, парковка для коней, но где она? Это же, блин, казан. Это казан. Я в казане приехал. Мне один раз пристился сон, что я ехал на лифте домой. Но лифт привёз меня не домой, а, короче, в огромную комнату с пловом. Типа, везде вокруг был плов. Это, похоже, было вот здесь вот. Но мне, если честно, не столько нравится казан, как драконы, которые вокруг стоят. Давайте поближе посмотрим. Вот это вот не ваши, Дейнерис. Это реально мать драконов тут есть. Дракошечка. Ну, так-то они вообще достаточно страшно, не угрожающие. Насколько мне в целом известно, дракон с короной это в целом символ казани и, по-моему, вообще татарской культуры. А с этого ракурса сейчас немножко страшновато вот так вот. А с этой стороны видно Волгу. И посмотрите, какая у них, блин, длиннющая набережная. Один сплошной горизонт. У нас на Урале горизонта вообще не бывает. А он здесь везде. Прорвёт лев. Оказалось, у меня прямо рядом с Кремлём, там вот видно мечеть. Её посмотрим позже. Находится хостел. Я тут уже почти всё посмотрел, получается. Ну, хотя ладно, это враньё. Просто вот очень близко живу к этому, в самый центр, с видом. Я в Лувре. Как и в Питере, я заселился в маленький капсульный отель. То есть телевизор, кладушка, кровать. Зачем телевизор, кстати, я так не понял. Офигеть. В Казани темнеет очень рано, и поэтому сейчас в шесть уже закат. Но, блин, как красиво. Вы просто посмотрите, это Аладдин или что это за сказка? Где я? Весь день лил дождь, а теперь вот такая вот красота. Просто огнище. Все вокруг останавливаются, все фоткаются, потому что даже тут такое не каждый день, чтобы было так красиво. Вот ради таких моментов и стоит куда-то вообще ездить. Но ещё можно, кстати, и кушать вкусно. Поэтому почти всё оставшиеся едио вас будет ждать в Мукбанг. Закат, конечно, прекрасен. А что после него? Я хочу пойти на местный Арбат, на нашего вайнера. И там, говорят, много всяких приколов. Вот, пойдём посмотрим, что там есть. Это улица Баумана. Блин, посмотрите, да вообще красиво. У них светофоры светят. В целом столбом, блин. Ещё мне посоветовали взять здесь Боба-Ти, Бабл-Ти. Кто знает, тот знает. Я видел много раз у нас в Петербурге, но я ни разу не пробовал. Вот, если сейчас открыто, то я зайду и возьму себе какой-нибудь Боба-Ти. С молоком, по-моему, делается, да? Да. Степан. Короче, здесь маленькие шарики-тапиоки, значит, такая штука Боба. Вот, чаёчек. У меня так завязывая история. Я, как обычно, знаете, у меня девушка спрашивает, типа, там, какой вам чай? Чёрный звёзд, такой, чёрный. Такая, ты-ты-ты-ты-ты. Какая температура? Я такой, 80. Она такая... Я думаю, может, слишком горячо. Типа, я говорю, да ладно, я обычно 50 пью, но типа остынет. Она такая... В смысле, тёплый или холодный? Я такой, 50 градусов. Ну, просто я правда, когда пью чай, я типа, вот, пью 50 градусов. Сейчас будем пробовать этот. Может, открыть нормально, а не зубами, как бы. А потом мне пришлось свернуться за трубочкой. Потому что я забыл. Может быть, это незаметно, но я облился. Что? Мне так необычно. Очень круто. У меня во рту желе. Это блюдко вкусно. Сам чай клубника с маракуйей. Очень обожаю маракуйю вообще. Здесь шарики, они, конечно, добавляют что-то такого. Что-то такого необычно. Очень вкусно. Берите, короче, пробуйте. Коська пузатый. Напоминает мне Васечку. Кошмар, сколько времени. Я нашел чак-чак маленьких пачечках на голодный, так сказать, час. Капец, хочется такое вот. Уже все выглядит как ночь, ну, потому что сейчас 20-20. И я хочу зайти покушать, поужинать. Есть место урюк, я его уже вижу. Посмотрим, что там будет. А я вообще никогда не был в ресторане. И мне казалось, что это все очень шикозно. Заказал себе вот такой вот плов. Он был очень вкусным, приятным, казанским. Но мне было маловато, поэтому я заказал вот эту вот красоту. Я сейчас не могу монтировать из-за этого. Хоть сейчас и 9 часов, но я уже пойду обратно в номер, потому что я уже устал. И тут уже становится темно, как бы особо негде ходить, ничего не видно. Это, конечно, минус. Но прикол в том, что здесь достаточно рано становится светло. Поэтому, возможно, у меня получится завтра встать пораньше. Вообще, мне было сейчас очень вкусно. Меня приманил, конечно, этот фондан. Не думал я, что мне так захочется. Но как бы после плова, прямо я смотрю на него, он смотрит на меня, думаю, почему бы себя не порадовать. А второй сводений начал с посещения мечети, но не стал внутри снимать. Да и особо там ничего интересного не было. Здесь снова пошел кождь. Отличная погода. Слушайте, не обманули. Сказали, что этот зонтик типа, если вы ворачиваете, то не ломаете? Ну да, вот не ломаете. Хорошая технология. Мне вообще показалось, что Казань город ветров, потому что везде все время дуло из-за Волги. И поэтому я с утра решил зайти в Макдональдс, чтобы купить себе вкусненького кофе. Ну, конечно, я уронил чек. Интересно, почему я забыл по то, что нужно сахар брать? В таком случае буду есть с чак-чаком. Оп, я пришел к дворцу земледельцев. Посмотрите, как тут красиво. Отличный архитектурный стиль. Там тоже какие-то классные здания. В общем, просто гуляю, смотрю по сторонам. Мне такой отдых, вид деятельности очень нравится. Рубрика «Лингвистические шутки». Если что, по-татарски. Сарай – это дворец. Вот это вот стоит сарай. Просто представьте жить вот в таком доме, и типа, есть своя личная башенка. Блин, капец. Или на чердаке вот здесь жить. Это же реально мечта моя. Серьезно. Я вот прям живу. Вот прям. Я готов заселяться. Дайте денег. Я вот иду по этому месту. Тут всякие есть маленькие барчики, кафешки, ресторанчики. Все пустые. Я думаю, как мне тут не хватает, типа, друзей. Как бы я с ними тут затусил. Классно гулять было. Блин. Короче, я по всему очень скучаю. Вообще по всем. И подписчики, и друзья, и родственники. Все любополепно. На обед заглянул в мой шоп. Взял себе какой-то корейский суп и курочку в соусе. Это, извините за то, что все так аппетитно. Снова букбанк. Я потом, по факту, чуть-чуть погулял. Уже не стал снимать, потому что я просто смотрел. Было красиво вокруг. Но вечером, после того, как я наелся, я пошел прогуляться. Но я понял, что я хочу испробовать настоящую татарскую кухню. Я пришел и я сечу в общем-маке. Вот сюда. Тут есть много всякой разной. Выпечки, эчпачмаки, паурсаки, казы, конина, так сказать. Все есть. Но я взял вот такие вот булочки, лепешечку. Это пришлось не так дорого, но было очень вкусно. Я прям, как... Я не знаю, это просто гастрономическое путешествие удовольствия у меня вышло. Потому что на следующий день я уже просто уезжал. Все, пока. Завтрак мне они, блин, приготовили. Не в 9, а в 9.30. Ужас. Все, осталось у меня последние несколько часов. Сейчас куплю каких-нибудь сувениров, чак-чака. И уже буду садиться на вокзал. Завтра у меня уже, так сказать, пары, как обычно. Почему я каждый день пары не помню? Что это такое? И напоследок я решил проехаться на общественном транспорте. Я выбрал трамвай и выбрал это направление себе в Мегу. Не знаю, что я хотел там увидеть. Ничего там нового, интересного, отличного от нашей Меги нет. Но я просто приятно провел время, посмотрел на пейзаж Казани. Все, купил. Теперь уже сейчас буду ехать на вокзал. Я, знаете, что хотел вообще сказать-то, наверное, этим видео. Вот если у вас появляется какое-то желание, и вы даже не понимаете, откуда, но вот захотелось мне поехать на поезде куда-то. Взял и сделал. Вот и все, по факту. Если вы что-то хотите, брин, делайте это, потому что если, типа, живете и ничего не делаете, то, что вы хотите, а в чем смысл? Поэтому you got to dream big, believe in yourselves. Ну и, в общем, большое спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лукасы, ставьте подписочки. Делайте то, что вы хотите. Оставайтесь с собой, оставайтесь со мной. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok